Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Опять не получили в сущности ничего, кроме денег, чуть-чуть опыта и очередной никому не нужной медальки. Ладно, спросили следующее задание, ничего они нам не дают. Ну, кстати, что-то они там... Наша раса сидит на игле. Прикольно. Гальцы вообще это такая раса, которая очень привязывается к наркотикам. В общем, им вроде там одной дозы хватает, чтобы подсесть на них. Так что они, наркоторговцев, вообще не терпят. Вот, на планете Индерон, в общем, продается халявная продукция, поэтому туда слетаем. Тем более, что мы только что отбились, деньги на торговлю есть, и поэтому нужно немного подзаработать. Сохраняю, в общем-то, информацию о том, на какой планете находится. Сохраняю здесь информацию о ценах. Возможно, сюда предстоит прилететь. Еще вот сохраним эту информацию и летим в планету Белактрис. Кстати, если у вас радара не хватает, то нельзя нажать на планетку, чтобы узнать, какие на ней цены. Ну и вообще общую информацию. Пират пытается нас атаковать. На самом деле, зачем? Просто пострелять, потому что оказался рядом. Сбиваем его ракетой, просто чтобы лишние деньги за ремонт не отдавать. Кстати говоря, когда вы пытаетесь сбивать ракеты, не надо, как попало, тыкать, в общем. Самую ближайшую сбивайте с первого оружия, потому что оно выстреливает первым, ну и, соответственно, больше шансов, что вы его собьете. Если будете из второго оружия стрелять, то, возможно, не успеете сбить. Вот сейчас мне пришлось потратить аж три выстрела на ракету. Если бы последний выстрел был из второго оружия, то, возможно, я бы не успел ее сбить. Хотя, по идее, если первое не стреляет, возможно, второе стреляет рано. Ну, не знаю, в общем. Ладно. Я не очень хорошо знаю механику рейнджеров, вот именно по выстрелам. Но то, что оружие стреляет одним за другим, это я знаю точно. Ладно. Сейвимся перед торговлей. Тут закупаем, в общем-то, продукты. И следующим нашим рейсом будет, в общем-то, роскошь. Просто, чтобы начать торговать роскошь, ее нужно чуть-чуть подзаработать на продуктах. Сейчас куда-нибудь поближе слетаем. Вот, например, вот сюда, на Ушалу. Там еще заодно, посмотрим, может быть, на пиратской базе роскошь дороже бы продавалась. Но нет, она там очень дешевая. Здесь нормально, и поэтому продаваем здесь. Не роскошь, а продукты, прошу прощения. Оговорился. Скидываем 10 тысяч. Ну, косарь заработали неплохо. Даже почти 2 косаря. И летим, в общем-то, торговать роскошью. Пираты тут бушуют. Можно, кстати, поотстреливать пиратов. Будет за пиратов тоже дают очки опыта. Можно даже звание повыситься. Истребляя их. Так, вот на Атлоне лихорадка по поводу роскоши на планете Умей. Поэтому быстренько скупаем роскошь и летим ее продавать. Можно будет очень-очень неплохо заработать. Так, обычно я летал наугад. А вот сейчас как раз покупаем там, где дешевле. И покупаем там, точнее, продаем там, где подороже. Вот, в общем-то, так и надо поступать. Не так, как я, летая наугад. Потому что в такие рейсы, они, конечно, редко бывают. Но в такие рейсы можно заработать раза в три больше, чем обычно. Так, на Сафрону опять напали. Быстро довольно оправились доминаторы. Как вы помните, в предыдущей части они просто на три системы практически одновременно напали. Тут даже месяца не прошло. И уже, в общем-то, снова в атаке. Так, ну что-то там опять пишут, что где-то можно там поторговать. Но минералами, минералами, ладно. И вот, заработали на одном рейсе пять тысяч. Очень неплохо. Здесь еще и медикаменты халявные. Ну, сейчас я смотрю, где бы их можно толкнуть. Ну, в принципе, они много где дорого стоят. Поэтому скупаем их. Еще пару штук заработаем. Ну и после этого уже придется лететь в Сафрону. Потому что военные еще не успели оправиться, в отличие от доминаторов. И они там не выстоят против такого нападения. Ура, новый год, новый модуль. Уже 3304. И вот с 305 года, в общем-то, военные, ну, становятся нормальными такими по силе. И уже могут без вас отстаивать системы. Так что вот имейте это в виду. Вот года 5, 6, 7 являются вот как раз переломным моментом. Когда уже не вы безумно летаете, пытаетесь хотя бы одну систему сохранить. Хотя уже военные сами могут спокойно драться. Ну, а вы уже летаете, торгуете изредка. Только если там 8 доминаторов прилетает в систему, тогда, конечно, помогаете. Так, вот мы, кстати, повысились в рейтинге рейнджеров на втором месте уже. Кстати, там еще можете посмотреть, какие у меня рейтинги. Пиратские, торговые, военные. Вот. И как еще можно в рейтинге повышаться. Можно летать, убивать рейнджеров, которые выше рейтингом, чем вы. И вы таким образом станете первым. Правда, не пересерствуйте. Потому что за убийство рейнджеров вам могут очки также и отнимать. И очень плохое отношение будет на всех планетах у вас. И вы везде станете незваным гостем. И как только сядете, вас сразу же в тюрьму посадят. Даже пеленги. Пеленги тоже не любят, когда, в общем-то, мочат пиратов или их рейнджеров. Хотя, например, на планете пилингов пиратствование не считается таким уж... То есть это наоборот ценится, если вы пират. Но, правда, если вы их мирные корабли сбиваете, то в любом случае отношение с ними портится. И также, кстати, у малоков. Они тоже очень беспокоятся, когда вы сбиваете их корабли. Ну, а пират, как ни странно, тоже высоко ценится малокской расой. Так, прилетели к системе Сафрона. Так, что там? Опа, ее уже захватили. Отлично, вот мы вовремя прилетели. Прямо вся система Сафрона уже захвачена. И вот посмотрите, сколько тут доминаторов было. Но она уже захвачена. Тут максимум один только с планеты вылетел. А может быть даже не одного. Но вот посчитайте. Семь доминаторов, насколько я понял. Ну и, в общем-то, нет смысла пытаться отбить эту систему. Я, ребята, попробовал. Я ее отбил. Но я там пролетал, не знаю, сколько по времени игровом. Но где-то там было минут, в общем-то, 30-40. И за это время мне полностью Атлан весь снесли. Это я специально не выразил, чтобы, в общем, показать вам, почему мне пришлось отдать эту систему. Какая гигантская была там атака. Вот. Ну, поэтому сохраняемся вот в такой слот. И продолжаем уже отсюда торговать, зарабатывать деньги. И пытаться отстоять хотя бы оставшиеся две системы. Но скоро мы доминаторам отомстим. Это я вам обещаю. Ну, ладно. Будем спасать тогда наших друзей Фоян. По крайней мере, их мы можем спасти. Я вот в том моменте подзавис что-то надолго над системой Атлан, держа мышку вот в таком положении, которое было несколько секунд назад. Размышлял о том, как бы мне спасти все три системы. Но что-то мне на ум ничего не пришло. Потому что быстрее уничтожить доминаторов в Сафроне нереально. Чтобы залететь на научку за грейдами, нужно время, за которое доминаторы уже захватывают Сафрону. И, в общем, я не увидел здесь никакого выхода, как только ее полностью отдать. Ну, и поэтому продолжаем торговать роскошью, зарабатывая деньги. Потому что они, в общем-то, пригодятся. Так как чем меньше систем, соответственно, тем меньше заданий, меньше вариантов торговли. И, по крайней мере, эти две системы нужно во что бы то ни стало захватить. Тем более, что... Ой, точнее, не захватить, а оставить. Тем более, что уже переломный момент скоро. И в скорости мы освободим третью систему. Поэтому не страшно одну из них отдать. Проверил сейчас, где подороже можно роскошь продать. Вот мне показалось, что инфа старая. И летим, в общем-то, в центр системы, чтобы посвежее справку о ценах получить. Потому как ее можно получить только если планета находится в зоне досягаемости вашего радара. Но об этом я уже вроде говорил. Так. Смотрим. Ну вот, кажется, уже неплохая цена. Здесь еще лучше. Ну, поэтому летим на планету Умий. Тем более, что там по пути можно забрать задание, которое мы выполнили уже черт знает когда. И, может быть, они нам еще одну дадут. Потому что в Атмане нам давно уже задание не давали. По-моему, последнее Магальское задание выполняли. Это было в системе Сафрона. Стираем всю старую инфу, даже о лесках. Потому что, как только начинают появляться ракетницы, лески мне не нужны. Потому как я не люблю с ними летать. Делаем суперсейв. И продолжаем торговать. Сейчас нападут скорости на Атлан. Поэтому максимум можно сделать, наверное, один рейд. Вот чем мы сейчас попробуем заняться. Слетаем на Эпентаг. Возможно, там нам дадут задание. Надо еще за пушками в Белатрикс, кстати, слетать. Ну, вот они тоже не хотят. Так. Читаем инфу о том, что Сафрону, в общем-то, захватили. Все. Окончательно и бесповоротно. Слетаем на Медцентр. Потому что, если там будет хороший стимулятор, то он нам поможет в отбитии нашей родной системы. Но здесь опять ничего хорошего. Звездная пыль только. Кстати говоря, через год закончится наш страховой полис. И вдруг резко подорожают все стимуляторы. Так что колемся, в общем, пока они дешевые. Ну, ничего хорошего нет. Поэтому, ладно, обойдемся звездной пылью. Она хоть как-то увеличивает наши навыки. Хотя бы техника плюс один дает, чтобы не так сильно ломалось оборудование. И вот, что мне дали за задание. С Умия. На Нитоиды. Это, на самом деле, ребята, очень хороший артефакт. То есть, без него довольно сложно играть. Но мы продержались 4 года. Но с ним играть еще проще. Потому что он чинит ваше оборудование. На 10% есть шанс, что он починит любое оборудование. За один день. И это очень экономит ваши деньги. Тем более, его можно оставлять на какой-нибудь из баз. Загрейженных ваших. И вот он там будет потихонечку чинить ее. Это, в общем-то, очередная халява. И поэтому, если вы очень дорожите какой-то базой, то можете эти нонитоиды сплавить одной из них. Ну вот, как я уже говорю, что 4 года я продержался без них. Сейчас они особо не нужны. Но, тем не менее, я их таскать буду. Хотя они места довольно много занимают. И поэтому лучше бы быстрее корпус себе побольше найти. Так. Попробуем слетать на Эндерон. Там наши пушки, насколько я могу вспомнить. Сейчас уже произойдет атака. Пытаются опять нас развести на бой. Но оружия у нас нет. Оно здесь. И, если что, мы поможем. Кстати, на самом деле, я этим ребятам помог. Но за то время, пока я убивал этого пирата. Хотя там всего пара дней прошла. Мне успели в Атлане уничтожить научную станцию. Вот, кстати, еще одна фишка. Почитайте. Прикольная такая тема. Это нам с корабля. В общем-то, такой запрос, который не показывается в окне диалога. А просто вот так появляется. И такие запросы можно не заметить. Они потом стираются при переезде через систему. Ну, что-то довольно забавная штука. По-моему, появилась только вот в перезагрузке. Потому что в обычных рейнджерах я такого не помню. Так, ну вот. Я им помог с вот этим пиратом. Но мне снесли научку за это время. Потому что нападение на Атлон уже идет. Черная дыра, по-моему, появилась как раз рядом с центром рейнджеров. Но если центр рейнджеров я успел починить, то научную станцию нет. Поэтому вот не отвлекаюсь на пирата. Вот там уже научную научку атакуют. Поэтому летим быстрее спасать ее сначала. Потому что к центру рейнджеров сейчас только летят. А научку, в общем, убивают. Поэтому нужно разобраться. У нас вот этим малюсеньким доминатором. Ну, под научкой довольно быстро он умрет. Тем более, что у нас неплохо прокачанная точность уже на 3. Со звездной пылью. И, в общем-то, мы довольно приличный урон наносим нашими лесками. Это очень хорошо. Ну и вот с нанидоидами мне, в общем-то, не хватает сейчас места. Чтобы нормально подбирать вещи доминаторов. Потому что весят они довольно прилично. Но все равно, таскать их смысл есть. Правда, я сейчас еще буду 15 раз думать, выкинуть их или нет. Потому что тогда я еще не знал о том, что они действительно классные. Я как-то к артефактам довольно скептически относился. Потому что максимально я раньше играл на уровне 193. С сильными доминаторами, но не с крутыми. И, в общем-то, там, ну, есть у вас артефакты, ну, круто. Ну, нету, ну, можно и без них, в общем-то, отыграть. Вот, единственное, что, конечно, дроид младший. И артефакт, который вам дает полет на 40 парсеков. Неважно, какой у вас двигатель. Вот, вот эти артефакты я очень любил. Ну, а остальные так. То есть, там даже не отморозки, там не жижа, вот эта, которая вам восстанавливает ваше топливо. Не железные жупы, которые дают дополнительную броню. В общем, я их особо никогда не любил. Ну, вот, поиграв на 200%, я понял, что без таких артефактов, в общем-то, игра, ну, очень сложная. С ними, конечно, все было бы гораздо проще. Пособираем ноды, потому что есть время. Там еще не скоро будут атаковать центр рейнджеров. Тем более, он у нас уже загреженный. Так что, если что, мы его сможем отчинить. Поэтому, торопиться пока смысла особого нет. Скидываем все Блазеру. Потому что, как я уже говорил, его будет очень трудно убивать. Со всеми остальными можно расправиться, в общем-то, не применяя те технологии, которые изучают научка. Но я сейчас спойлерить не буду. Кто знает, тот знает. Кто не знает, я потом расскажу, конечно. Так, ну, атакуют центр рейнджеров. Пытаемся его спасти. Тут всего два доминатора. Штипп уже умер. Вот военный новый появился. Сейчас мы отпинаемся. Тем более, что у Эквентера там уже желтенькие вопросики. Совсем у него мало хп. Но центр рейнджеров надо, конечно, зачинить. Иначе через несколько ходов он уже умрет. Так, у него уже даже дроек сломался. Можно полный ремонт даже воткнуть, пока есть деньги. Что, в общем-то, я и делаю. Ну, и теперь Эквентер на очереди. Двигатель, конечно, починить надо, потому что он изношенный. Возможно, понадобится на радаре на форсаже полетать. Получили вот такой вот модуль. Кстати, вот этот модуль точно нам пригодится, потому что он увеличивает вместимость бака. Ну, а так как вы помните, что у нас бак довольно легкий. Поэтому имеет смысл поставить в него этот модуль. Ну, это чистый лак, как с наниттоидами. Но, в принципе, есть какая-то тема насчет того, что можно генерировать модули в центре рейнджеров. При помощи сейфлодов я подозреваю как-то так. Так что можно любой модуль третьего уровня получить, который вам только нужно. Так что тут у меня, конечно, все удачно сложилось, но при случае вы можете это все сгенерить. Такой же распад. Так, ну, в общем-то, вот и умер последний эквентер. Мы отбились по этому случаю. Сохраняемся. И на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи и, надеюсь, еще увидимся.